И снова здравствуйте мои уважаемые зрители, на дворе у нас 28 марта и первый материал традиционно он касается не боевых действий, а то что происходит за их рамками и сегодня хочу продолжить ту тему, которую поднял вчера вечером, а именно в вопросе гуманитарки. Мне пришло сразу масса вопросов, Юрий, как понимать то, что вы вчера сказали, неужели все так плохо? Ну в целом, как я могу сказать, как я предполагаю, как я вижу ситуацию в ближайшие несколько месяцев. Скорее всего, Украина постепенно будет скатываться на уровень где-то Донбасса 14-15 годов. Ситуация в гуманитарном плане там будет идти примерно в этом русле. То есть люди, конечно, жить будут, выживать будут, но это будет именно выживание. Именно по этой причине, потому что я вижу, куда это все сегодня катится, я и призываю тех людей, у которых есть возможность покинуть эту территорию хотя бы временно, либо, ну я не понимаю, что может быть многие постоянно уедут, это сделать. Это не значит, что они там будут умирать с голубью, но я не думаю, что это та жизнь, которая привлекает хоть кого бы то ни было. Просто я знаю, что творилось на Донбассе в 14-15 годах, и я не хочу, чтобы миллионы жителей людей испытали это на своей шкуре. Да, они выживут, да, приспособятся, но мне кажется, мой долг сообщить о том, что я вижу. А там уж каждый пусть сам принимает свое решение. Итак, с этим вопросом разобрались. Теперь второй, как мне кажется, более важный вопрос, каким образом минимизировать эти проблемы. Естественно, я не могу влиять на действия киевского режима, но, а как показали предыдущие события, на те действия, которые предпринимает Москва, какое-то влияние я могу оказать. К сожалению, по официальным каналам я действовать не могу, потому что я не чиновник, ни на кого не работаю, я могу просто говорить то, что вижу. И, как показывает практика, вот то, что я говорю в прямом эфире, доходит намного быстрее для тех людей, кому это все предназначается в конечном итоге. То есть я убираю сразу огромное количество прокладок, на каждой из которых эта идея может затормозиться. Итак, как я вижу ситуацию. На самом деле, то, что я сейчас вижу, опять же, я сейчас буду говорить на примере южных областей, это Херсонская, Запорожская, Донбасс, мы не берем там своя структура. Так вот, то, что я здесь вижу, я здесь вижу, что Москва, имея опыт взаимодействия с Донбассом на протяжении более чем 7 лет, этот опыт не учла. Ну, самый главный и важный момент, жители Донбасса не дадут мне соврать. Первые годы становления ДНР и ЛНР для них было, с гуманитарной точки зрения, форменный кошмар. Изменения в лучшую сторону, причем резкие, коренные изменения, произошли после того, как структуры Курченко были заменены на структуры Юрченко. Я делал какой-то материал на эту тему, и местные жители говорят, да действительно, мы сразу зажили в совершенно новой жизни. Намного более лучшей и перспективной, чем мы жили на протяжении многих лет. Так вот, вот эти самые, как называемые, структуры Курченко, сегодня привлечены для решения гуманитарных и экономических проблем освобожденных территорий Юга Украины. Если кто-то надеется на то, что эти структуры могут как-то иначе, как они делали на Донбассе, решать проблемы, я вас спешу разочаровать. Первые шаги, которые я увидел, говорят о том, что по-другому они работать не могут. Если руководство России не хочет, чтобы население освобожденных территорий Юга Украины начало их ненавидеть через полгода, этих людей отсюда надо убирать. Причем убирать уже вчера. И повторяю, есть же нормальный пример, который уже работает на территории ДНР и ЛНР. Ну неужели трудно условно, назовем, клонировать того же Юрченко, назначить нормальных бизнесменов из Российской Федерации, которые понимают толк в хозяйственной жизни региона, сложного региона, в котором надо восстанавливать нормальную экономическую деятельность. Ведь есть же подобный опыт, найдите этих людей. И они, опираясь на создаваемые и действительно создаваемые на местах военно-гражданские администрации, очень быстро смогут получить те же самые результаты, которые были получены на Донбассе в 2020-2021 годах. И это будет очень хорошо и в лучшую сторону контрастировать с тем хаосом и проблемами, которые будут очень быстро набирать обороты на остальной Украине. И тем самым мы привлечем огромное количество людей на свою сторону. И также еще раз хочу вернуться к той теме, которую я поднял дней 10 назад по поводу таможни. Вопрос в первую очередь стоит не в гуманитарной помощи. Вопрос стоит в том, чтобы создать такой правовой механизм на таможне, не нужно не писать жалоб в таможенные комитеты. Таможенники работают по инструкциям, они ничего не нарушают, они действуют согласно тех инструкций, которые они получили. Основной мысль, которую, к сожалению, многие из моих зрителей так и не поняли, она состоит в другом. Нужно создать новый правовой статус для тех территорий, которые освобождаются. Ну, например, опять же, здесь тоже не нужно далеко ходить. Есть же пример того же Донбасса. Создать такой же правовой статус для этих территорий и таким образом позволить российским регионам налаживать нормальные экономические связи с освобожденными территориями Украины. И уверяюсь, я буквально вчера, позавчера имел несколько встреч с людьми, которые занимаются этим вопросом. Уже в ближайшие недели местные жители увидят существенную разницу с тем, что там происходит сегодня. Буквально за несколько недель можно убрать вот эти ажиотажные рост цен, уменьшить их гораздо даже на более низкие цены, чем они есть сегодня на остальной Украине. И люди, как говорится, к вам потянутся. И для того, чтобы это решить, в принципе, здесь нужно решение Государственной Думы Российской Федерации. И дальше, получив инструкции, таможня будет работать в нормальном тоже правовом режиме для новоосвобожденных территорий. Все, ничего там особо военного придумывать не надо. Ну и опять же, очень важный вопрос, это кадры. Управленческих кадров катастрофически не хватает, несмотря на то, что они усиленно быстро формируются. И это тоже факт. То есть, на самом деле, ничего катастрофического в данном вопросе не происходит. Но если мы сейчас не решим те проблемы, тем более, что эти проблемы уже очевидны, они были на Донбассе сегодня, то вот действительно, через несколько недель, может на этих территориях наступить очень тяжелое время. Причем, опять же, это будет ни козни врагов. Это будут, к сожалению, наши с вами собственные ошибки. И вот именно для того, чтобы этих ошибок избежать, я и вчера, и ранее, и сегодня обращаюсь как могу. Давайте вместе быстро исправим эти ошибки, наладим нормальную жизнь в южных регионах Украины, которые освобождены от бандеровского режима, и тем самым эти регионы станут примером для остальной Украины. И мы таким образом выиграем не только войну на полях сражений, но и за умы украинцев. Вот это то, что я хотел донести в этом видеоматериале. Все, на этом у меня по этой тени на пока все. Следующий материал будет «Военная сводка». До свидания.